Всем привет, с вами Юля Фэнси, и в этом видеоролике я просто очень-очень хочу поделиться с вами своими секретиками, тонкостями и лайфхаками, как все-таки я делаю ВТО пушистых изделий, на примере чепчиков. Давайте с вами досконально разберемся, как мы будем их стирать, как мы будем делать их максимально пушистыми, как мы будем делать так, чтобы ушки были стоячими, и все у нас получилось супер-пупер классненько. Погнали! Первое, что мы с вами должны сделать, это связать наш драгоценный чепчик, но на моменте, когда мы вяжем именно наши ушки, мы должны приложить чуточку усилий и связать их достаточно плотненько. Никакого расслабленного вязания в этих местах быть не должно, иначе из-за слишком слабого вязания ушки действительно будут вот так вот тянуться к низу. Этого нам не надо. Связала я, значит, чепчик с медвежачьими ушками, на нем я буду показывать, как проводим ВТО. Я стираю чепчики в стиральной машинке на минимальных оборотах, 600 или 800 оборотов достаточно, и температура воды не более 30 градусов. Вот такой вот мохнатый чепчик я просто бросаю в барабан машинки и отправляю его плавать. Вот такие вот чепчики с пайетками я просто так не бросаю, я очень переживаю. Поэтому для таких чепчиков я использую вот такие вот мешочки. Я просто закладываю их туда вот в мешочек, запираю все как полагается, и вот этот вот сверток бросаю в барабан. И все то же самое, минимальные обороты 30 градусов, не более стираю. В дальнейшем при носке, вещи ручной работы я повторно в машинке больше не стираю. Особенно чепчики, только руками. Это первое ВТО я провожу в машинке, все остальное только исключительно руками. Вот у меня версия чепчика до ВТО, только связала, еще даже не спрятала хвостики. Что я делаю? Я беру, прячу все хвостики, завязываю свои любимые узелочки, но я не отрезаю ниточки. Их я буду отрезать только после того, как мой чепчик покупается. В общем, фиксируем, как выглядит чепчик специально на черном фоне, чтобы видно было в барсиночке, как он выглядит до ВТО. Давайте посмотрим сзади. Вот здесь такая вот штучка, все торчит. Мне вообще не нравятся чепчики, когда они выглядят до ВТО. Вот, все. Пошла спрячу хвостики. Ну все, я закончила. Все хвостики я спрятала. Их мне после ВТО останется только обрезать. Поэтому берем наш чепец и пошлите кидать его в машинку. Так, мой чепец постирался. Все, я его достала. Сейчас буду раскладывать его на полотенце. Желательно взять вообще нейтрального оттенка, чтобы ничего у нас не украсилось. Где-то часочек я оставлю его подумать на полотенчике. Он уже после машинки достаточно такой сухенький, но его нужно разложить в правильную форму. И он полежит, подпыхает. Попрошу обратить внимание, что ушки я прям моделирую на моменте сушки, чтобы они у меня были прям полукруглые, идеальненькие. И вот так вот делаю вмятинку, чтобы они были похожи прям на ушки медведя. И это что у нас касается чепчика с медвежачьими ушками. Но что же мы сделаем с кошачьими? Так, вот он мой кошачий чепчик. Да, он уже юзанный, он не стиранный, он уже пушистый. Но я просто на примере ушастиков покажу, что я с ним делаю. Вот, допустим, гипотетически я вынула его из машинки. Мои ушки выглядят вообще рандомным образом. Как мне сделать так, чтобы они не высохли плоскими, а были 3D, торчащими и высохли так, как мне нужно? Я беру наполнитель для мягких игрушек. Да, 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 да. И просто беру и вот так вот набиваю кошачьи ушки. Прям плотненько, прям набиваю. Да, может показаться странным, но это очень эффективно. Моделирую нужную форму своего ушка. Вот, со вторым ушком делаю абсолютно то же самое. Вот так вот запихиваю, моделирую. И оставляю сушиться чепчик в таком состоянии, пока он полностью не высохнет, чтобы ушки у меня были идеально треугольными и стоячими. Так, прошел часок, чепчик надумался. На данном этапе я спокойно могу обрезать все хвостики. Все, наш идеальный чепец почти готов. На данном этапе он еще не полностью высох, и я его отправляю сидеть на манекене. Все вот таким образом я его усаживаю на голову. У кого такой штучки нету, ничего страшного. Возьмите какую-нибудь банку, литрушечку, например, и таким же прекрасным образом посадите чепчик на что-нибудь более круглое. Вот, иначе вам придется при горизонтальной сушке постоянно его переворачивать, чтобы вот здесь вот с боков никаких заломчиков у нас с вами не получилось. Когда наши прекрасные чепчики высохли, полностью я беру щеточку и начинаю вычесывать, чтобы наш чепчик стал максимально пушистеньким. Существует миллион разных щеточек. Есть такие щеточки для махера, есть щетка для вычесывания шерсти для котов. Все мимо, все нет, ничего мне не понравилось. Самое классное, что я использую, это щетка для массажа для нашего тела. Да-да, поверьте, это самая безопасная, самая мягкая и самая для меня удобная щеточка, которой я вычесываю пух. Вот такой лайфхак. Я беру и начинаю делать расчесывание. Во все стороны, вверх-вниз, право-налево, во все стороны. С ушками осторожнее, делаю то же самое. Вычесываю максимально, во все разные стороны. Поверьте, удобнее вы не найдете. Советую всем попробовать. Все, так прохожусь абсолютно по всем местам нашего чепчика, даже по нашим лямочкам. Вот так вот беру ее в ручки и ворсю, ворсю, ворсю. Все-все-все места нашего чепчика проходим нашей щеткой. Для чепчиков с пайетками мы также используем такую щеточку и не боимся. Для них она даже самая деликатненькая считается. Вот, я расчесываю, и с пайетками ничегошеньки не случается, они не цепляются, а чепчик становится пушистым. После наших манипуляций с щеточкой мы идем сушиться, продуваться феном. Обязательно только леденящим воздухом. Самый-самый холодный режим на вашем фене. Но только после полнейшего высыхания. Потому что, если чепчик будет хоть чуточку влажным, и даже если вы его посушите леденящим воздухом, он может сесть. Не надо так рисковать. Полное высыхание. И сушим чепчик, и внутри, и по ушкам, и по лямочкам. Все-все-все. Выдуваем пух наружу. Звук включать не буду, потому что это будет очень громко. В общем, сушим, друзья. Все, после полнейшего высыхания и выдувания наш чепчик готов. Сейчас посмотрим его итог на черном фоне, чтобы понять, насколько сильно он у нас распушился. И сравним все-таки до и после. Вот такое вот милейшее после у меня получилось. Вот, смотрите, на черном фоне прекрасно видно, насколько сильно он распушился. Теперь он стал мягоньким. Смотрим сзади. Теперь вот тут вот на затылочке сильно это все не отопырчится. Все вот таким вот аккуратным образом у меня высохло. И теперь меня полностью устраивает. Вот такие вот ушки, которые высохли правильной формы, и теперь все время похожи на медведя. Вот такой результат у меня, девочки. Делитесь со мной своими лайфхаками, девочки. Какие фишульчики используете вы, чтобы получить шикарнейший результат, когда вы вяжете из пуха норки. Как всегда, большое спасибо вам за просмотр моего видосика, потому что я очень стараюсь. Спасибо за лайк, спасибо за комментарий. Пока-пока и до встречи в новых мастер-классах.